Всем привет! С вами снова Камори Плей. И сегодня мы продолжаем играть в Art Survival Evo. Конечно же на карте Кристальные Острова. И с модом Immortive Pain. Как вы заметили, по большому количеству динозавров у нас, мы тут их плодили. В больших количествах, понятное дело. Вот потому вышло как-то так. Так что сегодня мы пойдем этих динозавров тренировать. Давайте скинем лишнее. И поедем сегодня в пустыню. Но для начала давайте приготовим все припасы, которые нам надо. Так, вроде мы готовы. Давайте возьмем несколько карнотавров и поедем в сторону пустыни. Как вы видите, дом я еще не достроила. Но основные стенки уже есть. Так что этим будем заниматься на стриме. Примерно пока будет вот такой он. И в такой стилистике. Поглядите, это я окрасила нашего динозавра как раз таки в цвет, который дает конфета. Возьмем тебя и еще парочку карнотавров давайте. Это у нас самочка зеленушка. Это у нас тоже самочка. И давайте еще одного самца. И погнали. Какого уровня? А, ну такой маленький. Всего лишь у 85. Поэтому, конечно же, мы его забьем. Но красиво у него окрас. Это да. А эти ребята за мной не успевают. Они слишком медленные. Потому что этот карнотавр у меня выращенный. А те у меня как раз таки прирученные. Знаете что? Наверное, я возьму прирученную карнотавру. Так будет проще. У меня есть телепорт. Поэтому я телепортнусь домой. Пойдемте через низ, наверное. Перестучай, так будет быстрее в чем-то. Посмотрите, сколько диземкилозавров. Может быть приручить все-таки? Какой здесь самый высокоуровневый? 85-й, 50-й, 95-й, 95-й. Вот. Это самое но. Но мы сначала уберем этого крокодила. Рычим тоже. Почему бы и нет? Надеюсь, мне хватит столько приманок. Все побежали. Все сразу. Так, ты не иди. Нет. Ладно, уже всех поели. Эта безумная птица нам тоже нужна. Но не сейчас. Потому что мы не взяли с собой рыбные приманки. Ну что ж. Мы почти уже пришли. Сотый уровень. О, поглядите, кто там. Костяной бронкозавр. Мы должны его добыть. Обязательно. Он очень сильный. Но мы справимся. Давайте его забьем. Он, конечно, просто безумно сильный. Но мы можем получить очень интересный трофей. Костя. Он убежал от нас. Давайте. Как-нибудь это попытаемся. Вот глупые они. Только непонятно, когда он сдохнет уже. Наконец-таки. Получили кости? Нет? А я-то думала. Пусть и получим. Ничего такого нет. Вот уже подходит пустыня. Я думаю, посмотрим всех животных, которые здесь есть. И постараемся кого-то приручить. Я думаю, что карнотавров с нас хватит. А вот Терекса можно и приручить. Пока я гуляла в пустыне, нашла альфа костяного аллазавра. Или кто это? Такой карнотавр? Ого. Это альфа карнотавр костяной. Давайте его. Пробуем победить. Ого, столько всего. Ого. Ого. А впереди грифоны. Кстати говоря, по поводу грифонов. Если я не ошибаюсь, впереди есть как раз-таки это необычное ущелье. Где просто невероятное количество этих грифонов. Давайте попробуем кого-нибудь приручить. Пока 4 штуки сделаем. Посмотрим, когда что получится. Если я не наверху, там остался всего лишь один. Какого-то уровня. 50-го нас не интересует. Это точно. Пойдемте дальше. Вот, а то самое то. Ну что ж. Посмотрим, как отреагирует грифон. Вот, отлично. Но он еще красный. Так что будем только аккуратнее. Подойдем подальше. Блин, грифончик. Не заметил, заметил дракон. Пробуем еще раз. Заметит, чем нет. По идее, должен заметить. Пробуем дальше запулить. Нет. В итоге дракончиков прикармливаю только. Мне кажется, мы так его не перейти. у него, если не ошибаюсь, оглушение набирается. Нет? Он просто улетает. Давайте уже наобум. Так, смотрите, зато тот приручается. Давайте его приручай тогда. Если он такой стал более добродушным. Ну, мы одного греху наприручили случайно. Дракончик тоже приручился. Давай сюда. А вот этого надо приручить. Он 135 все-таки. О, смотрите, я села на него верхом. Круто. И, блин, я тут подограду. Я так текстуры врезусь. Куда-нибудь. Давайте я тоже отправлю домой. А с этими, ребятка, мы пойдем еще. И что, птица, глупо. И что, птица, глупо. Смотри на него. Бежит, убегает, убегает, да. Какой ведь хитрый. Убегай, убегай. О, поглядите, кто здесь ходит. Тушканчик. А давайте попробуем его... О, поглядите, какой тушканчик. Давайте его приручим. Не тебе, не тебе, вот тебе. О, он не приручается, да? Я-то думала, он приручится. А то у меня есть два тушканчика. Вот, теперь у меня есть скин. Я-то думала, что нужно его приручить. Это было бы здорово. А тем временем мы уже почти добрались, туда же есть сабрит дубой. Ну, всего лишь двадцатого уровня. Ничего интересного. Я-то думала, там будет поинтереснее, чем какой уровень. Артоплевра. А там далекие реведжеры. Что есть интересного здесь пятнадцатого уровня? А реведжер какого? Опустошитель сто сорок пятый. Вот это вот опустошитель. Понимаю. Давайте его приручим тоже. У нас прям сегодня день приручения. Но мясо у нас закончилось. Опустошитель девяносого уровня уже более-менее приручился. вот только куда он делается непонятно. ну ладно давайте не будем приручать он слишком маленький. Пойдем в пустыню. Я бы хотела давайте сначала водички выпьем а то сейчас закончится. Вот так вот лучше пойдем. А вот впереди богомолы нам нужны для того чтобы органический полимер добыть. А вот мои пустыни. Тут нам нужно идти куча богомолов и может быть еще кого-то интересного. Например артоплевру. Вот такая отличная артоплевра. Давайте ее приручим. У нас для этого есть специальный корм протухшее мясо. Вот она. Надеваем его на стрелы и также кидаем. подходим поближе чтобы можно было. Ну что там получается чинер. Ага. Вроде все отлично. вот пока артоплевру не нужно трогать. А не то она нас сожрет. Фу, не испугалась. А, похоже лось. так, все. честно говоря, я бы тоже поехала домой. Давайте еще пару скорпионов, пару богомолов поберем. поберем. Потому что сегодня уже достаточно животных. хотя, честно говоря, я бы приручила еще тернозавра. Ну что ж, депортирируемся домой и тогда будем смотреть, кого же мы приручили. Ой, ну куча малая здесь, конечно, большая. нам бы еще разобраться со своими животными. У нас тут их больше, чем надо. Вот это, хотя говоря, интересная мутация была. Если бы вы были на стриме, то бы вы увидели. Вот это 30-й грифон. Я думаю, что такой нам не нужен, но пускай будет на всякий случай. Кстати говоря, с грифонами мы сможем удобнее приручать животных. А вот тот грифон меня интересует. Ну и понятное дело все остальные. Куда же без них. Поглядите, хороший такой. Сколько у тебя? 600 всего лишь, но ничего страшного. Так, какой-то бьешь. Ну, хорошо бьет, как и говоря. Для грифона это вообще отлично. Хотя, честно говоря, не вижу смысла у грифона, чтобы был сильный урон. Только если засиститься немножечко. А так, теперь мы можем много чего делать. Давайте его запаркуем пока. Во-первых, мы можем с него стрелять. Это двойне хорошо. грифон грифон нам очень поможет во многом. Вот, ортоплевра есть. А наши пастово дракона, честно говоря, у нас были чертежи. Вот, что было. Если они, конечно, есть. Но ничего страшного, если что, скрафтим, не так страшно. Покатаемся обязательно. давайте на ортоплевру поставим. Можно поставить режим турели. Ой-ой-ой, тяжеловато немножечко. Давай немножко весы прокачаем хотя бы. Чтобы меня хотя бы немного выдержало. У меня же куча всего. Здесь я все выбила из альфа карна. Нет, не будем ее мучить. Оставим пока здесь. И наши пастово дракона надо 202 уровня. Он хорошо добывает древесину. Я неожиданно кое-чего нашла. Нашла седла наши пастово дракончика. Оказывается, они у меня были. Я уже думала, изучать, добывать шелк где-то. Оказалось, все есть. Бегаешь ты неважно, конечно. Не прыгаешь. Добываешь. Так, что-нибудь все делаешь, кроме вот только сражаешься получается, да? А давайте пробуем сразиться. Почему увы и нет. В общем, мне тут нужно перевести порядок, потому что очень много всего непонятного вокруг. выдра. Кстати, говоря, выдру я приручила за кадром. Так получилось. Я ходила собирать сметную пасту и идут бам все выдра. Поэтому теперь у меня есть классная выдра. Вот и получается станок. бензинчика отлично. Можно его сюда разместить. Ну да. Нормально помещается. И бензинчика, понятное дело. Теперь мы можем крафтить первое полимер, электронику, станок. А самое главное холодильники, всякие кондиционеры и, конечно же, кислородный баллон. Поэтому сегодня и на днях мы прозаймемся этим делом. 1, 2,д 2, 7, 11, 21, 22, 23, Почти приручили еще одного аллазавра. Осталось совсем немножко. Ну что ж, поищем еще тираннозавра. Если найдем, то возможно мы сегодня его еще и приручим. Думаю, нам еще некоторое время надо, чтобы найти хорошего тираннозавра. Поэтому предлагаю найти тираннозавра в следующей серии. А в этой серии я предлагаю уже закругляться. Мы сегодня приручили много животных. Предлагайте свои имена всем нашим собратьям. Хотя, тесно говоря, их так много, то что я бы уже запуталась. Я их в следующий раз немножечко перейду в порядок, чтобы они смогли хотя бы как-то стоять более организованно. А то и не кладятся, и непонятно что делают. Куча мала целая. На моей базе уже ничего не помещается. Ну и плюс, конечно же, строительство. У меня в следующей серии еще будет стрим. Поэтому обязательно заходите. Ну, а если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Ну, а еще не забудьте про комментарии. С вами была Лиза. Всем удачи, всем пока-пока.